В Кустанайской области уже существует карта сакральных мест. Провели и реставрацию достопримечательностей. Осталось главное – привлечь к ним внимание людей. Сделать это решили необычным способом – проведением квеста для молодежи. Десять команд отправляются в путешествия по всем достопримечательностям региона, которых немало. Очень большое количество общенациональных объектов. Это Кейкебатыр, это Екаден, это Яблокопад, это знаменитые Тургайские географы. Также это будет площадь Ангель-Имана, место захоронения, штаб-квартира. Это будет мавзолей Брайон-Саря. То есть все такие объекты довольно-таки известные и знаковые для общественности. На каждом из объектов ребятам предстоит выполнить задание по истории этого места. За правильный ответ – буква. В конце путешествия должно собраться слово «целиком». Та команда, которая сделает это первый, получит приз в 100 тысяч тенге. Подобных форматов в Казахстане еще не было, то есть в таких квестах. Вот мы пробуем, думаем, у нас это получится, и наш опыт будем делиться со всеми регионами. Всех заданий и сюрпризов квеста организаторы не раскрывают. Не хотят, чтобы участники узнали все раньше времени. Но кое-чем все же делится. Особенностью будет у нас, что на одном из объектов у нас будет правнук. Человек, которому посещен этот объект. То есть сам правнук будет стоять на объекте, рассказывать историю. И это будет, я думаю, ребятам интересно. Студенты КГПУ для участия в квесте создали команду «Феникс». В ее составе и картограф, и медик, и пиар-менеджер. Алиби отвечает за эрудицию. Знать историю лучше остальных – его обязанность в команде. История нашей области должна привлекать каждого человека. Потому что это наша история, и на нем основывается наше прошлое, настоящее и будущее. Мавзей Брайл-Канциарин, допустим, это великий педагог. Мне было бы интересно узнать побольше и увидеть то место, где он впервые открыл школу. От путешествия по сакральным местам ждут не только новых знаний. Представители Акимата области ожидают от дальней поездки и другого. Они надеются, что у каждого из участников появится новый взгляд на вещи. Объекты будут у нас в отдаленных регионах нашей области. Мы выезжаем порядка 500 километров от областного центра. Это даст возможность нашим молодым людям увидеть, наверное, как проживают люди в селе, какие у них условия. Может быть, это даст возможность им переоценить какие-то свои ценности. Соревнование команд продлится два дня. Оно завершится завтра изучением окрестностей Арковыка. Обратно ребята вернутся в воскресенье. Монорбек Косков, Наталья Басмурзина, РТН.